Чего, Underdark, а это хорошо. Лимиту чуть-чуть уже из-за этого выигрывает. Так, а здесь топор. Что будет фраер делать, вот интересно. Плюс два гейта. Интересно, под пушку какой-то хочет что-ли фраер сделать. Фраера, кстати, заметьте. Вот у Underdark из-за Старпорта они так уж у фраера 200 газа скабливаются. То есть, куда он его, зачем ему столько, почему он не применяет, почему нет. В Твайлайт они ничего не делаются. Заходит сталкер, едет рабочий в обход. Вот где-то пилончик ставить. Можно прямо здесь в наглую, учитывая обстоятельства, было бы поставить. Underdark видит этого сталкера, а фраер что увидел? Может быть он увидел с Андрюой. Ну, понятно, что выше определенного лучше не заходить, иначе сталкеры отожмут. А тут робот Вайлайт от фраера. Очень хорошее такое решение в данном случае, потому что... И здесь и робот будет позже гораздо. Хотя уже делается тоже, но... Хотя, не, смотрите, вообще не позже оно совсем будет. Ну, в общем, опс нужен фраеру, во-первых. Во-вторых, ему блин тоже нужен очень от этих фениксов. Пошел вот блин. Нужно сюда варпануть еще и не так, чтобы... Ну, тут один феникс его прилетает. То есть с Андреей он убить не сможет хоть как. Так, а где второй? Уже было два феникса. Да, два феникса, но летит только один. Второй стоит. Не заметила здесь над бараками. Ой, смотрите, какие хорошие залпы. Сразу минус с поля. Еще минус хп. Сколько фраер снял? Красавец. Четыре выстрела этим сталкерам. Сразу 42 жизни осталось. Это хорошо. Нужно бустить блинк сейчас и постепенно выходить на третью базу. Вот пять сталкеров есть. Еще один варп. Три сталкера. Можно их по четыре будет разделить, собственно. Да, бустит подряд блинк фраер. Это правильно. Базу заказали. Сразу рабочую увезти. Потому что базу не поднимешь, ты ничего не сделаешь. Пошел опс. Андердарк, кстати, тоже опса делает. Оп, залетают фениксы, вы видите. Ну, сразу один залп и минус все поля. А теперь есть блинк уже. Оп, видит фраер пилоном, что здесь висят фениксы. И смотрите, сейчас он просто срежет. Блин, не того бил. Но теперь уже андердарк рисковать так не будет. Но он все понял, что фениксы здесь бесполезны уже практически. И сложно ему что-то сделать здесь будет. Даже на мэне можно для надежности фатоночку поставить, учитывая наличие... Хотя, не, погоди, что-то меня глючит сегодня. С приезда никакой фаржи нет, где я фаржу видел вообще. И вообще нигде нет. Как это я так ее... Она мне померещилась. Смотрим по рабочим. Вот это грамотная защита от фениксов. Потому что сколько у них киллсов? У всех по нулям. Ни одного они рабочего на данный момент не убили. Есть блинг и только фатон колосса. Но, кстати, здесь андердарк грамотно делает. Опа! Сапсата здесь под варк пик пошел. Дилки неплохо так рабочих напрягли. Минус один рабочий. Еще плюс к тем, которые уже фрайер убил. А убил он много рабочих здесь. Тут только у двух этих зилок киллсов. У кого я не знаю сколько. Но мы увидим, что 25 на 32 уже становится. И колосятня от фраера пошла. Вот грамотно. Здесь три сталкера. Плюс сэнтри. Две как один сталкер. И здесь четыре. Это уже как бы значительно. Если сразу встречать с грамотного угла, то можно отгонять этих фениксов спокойно. 38-30 уже значительно. Значительное такое преимущество по рабочим. Так, взлетают эти фениксы. И видят просто вот грамотная позиция. Все, они даже дальше не летят. Здесь тоже все четко стоит. Блинк есть. То есть переместиться можно, если что, быстро. Попытались здесь залететь. Тоже ничего не удалось. Еще опс грамотного фраера везет, чтобы встретить, если что, переблинкнуться. Так, и вошли одновременные форжи примерно у всех. И колоссы. У фраера колосс раньше. Опять же, не понимаю, зачем бутить. Правда, дальности, если ты не нападать не собираешься с теми колоссами. Но... Может быть на оборону. Но тут никакого напряга не будет. Вот вторая колоссятня пошла. Это грамотно. Еще очень грамотно, что у фраера много газа. Это позволит ему и атаку сразу заказать, и все остальное. Патоночка на второй и на меню. В грамотном месте. Опять же, со стороны залета Патонка. Плюс один пошел, атака пошла. Там тоже у андердарка пошла. Также эта атака. По рабочим сравнялись. Даже у андердарка уже больше. Почему фраер прекратил их строить, я не понимаю. И пустит фраер атаку. Ему это хорошо делать, что он сможет вторую заказать. Здесь у твайлайта нет. Это лишний газ. Это может колоссов замедлить немножко. И проверяет андердарк место для третьей базы. Граер апсом стал. Видит, что здесь ничего нет. И где что может быть, нужно узнавать как бы сейчас. Вот висят здесь фениксы. Минус одного фраер сразу же делает. Второго не получится здесь бить. Ну и уже неплохо, что одного сбил. Потому что они могут и здесь прыгать. Оп. Видите, что здесь еще феникс висит. Блин, чуть-чуть не хватило. Одного выстрела. Но не успеть, не успеть догнать здесь фраеру. И здесь третья база от андердарка. Посмотрим, какое сейчас решение фраер выберет. Давить или самому третью ставить. Вероятно и то, и то. Учитывая наличие плинка, продавить здесь можно. Ну, безусловно, надежнее базу ставить. Вы ее здесь колосит. Иммортал минус сталкера делает. И отходит. Фраер. Здесь четыре феникса. Нужно бегом, блинком просто уходить. Потому что если фениксы поднимут и войска подойдут, сталкерам уже не уйти. Фраер тоже третью, кстати, ставит. Молодец. А там темплар не пошла. Но у андердарка третья раньше. По рабочим 53-55 практически ровно. А фраер делает вторую атаку раньше. И это, конечно, ему бонус. Здесь есть... Твайлайт. Но там ноги делаются, а так это не делается. По лимиту у фраера на 30 больше. Значит, все окей. Выблинкиваются сталкера. Минус раз феникс. Минус два. Минус три. Отлично. И сейчас будет блинк перезаряжен. Блинк. Не ушел. Точнее, ушел, но его можно потерять здесь. 4 хп. Зачем он нужен вообще? Вот сталкер тут находит его. И... Блинк, блинк, блинк. Блинк не делает. Проверяет третью. Феникс летит к Силнаге. Сейчас сталкер с Силнаги убьет его, в принципе. Нет, мимо пролетает. В общем, он сейчас умрет. Ну, хочет что-то Андердарк увидеть, но... Ничего не увидел, в общем-то, на данный момент. Лимита больше у фраера. Только забывают. Он бустит вторую атаку. И Андердарк уже практически догнал его во второй атаке. Калоска фраера 8. Плюс 2 эморкала. Еще колос сверху заказан. Да, эморкалов тоже в этой комбинации необходимо добавлять. Вторая роба не работает пока. 4 гейта, потому что фраер добавляет. И здесь еще, смотри, было 3 гейта, а добавляет 6. 7 сразу. 8. И Андердарк, смотрите, выход куда-то готовит. Куда он выход-то готовит? И пси-штурмовики, кстати, не слитые у него. Странно, что он пси-штурмом собрал скидаться. Пси-штурмом-то нет. Надо шариков делать. Да, вот он делает шариков. И фраер тоже делает шарик. Но лимит практически равный. Фраера вошла третья атака. Здесь нужно вторую дожидаться. Андердарк, 15 секунд она еще будет делаться. Выходят здесь колоссы. Отводить, отводить, отводить. Толкеров, фраерок теряет. Толкеров. Так, здесь будет ли лезть? Ну, здесь хорошая позиция. Андердарка, смотрите, он полукругом как разводит все. Столкера полезли вовремя. Фраер отвел. И колоссов подставляет сейчас немножко. Смотрите. Правда, тут вы видели два пти-штурмовика. Они в шарике были. Много имморталов у фраера. Но из-за позиции они подставились под дилатов. Кстати, не очень сейчас четко-то фраер здесь разменивался. Остаются колоссы на колоссы только. Подходит у фраера иммортал. Сколько мы смотрим? Здесь 9 колоссов. А здесь 10. И лимит этого фраера меньше. Но Андердарк не решается. Прямо сюда лезть. У него зелки здесь. Пти-штурмовики. Нужно шариков сливать. Фраер тоже сливает. Здесь отводит. Опа, здесь иммортал. И у фраера вот это он грамотно делает. Ну, смотрите, как подставили сейчас колоссы. Но зелков запокусил всех фраера. И иммортал здесь раздает колоссу. Вот, минус 2 колосса сразу. Минус третью Андердарка. Но надо отходить. Колоссы голые у фраера. 4 осталось. Здесь 5. Делается шарик. Минус еще один колосс. 2 иммортала подходят. Это хорошо. Сейчас еще минус колоссик должен быть. Да, минус колосс. Шарик танкует. Пора отойти фраеру. Плюс еще 2 иммортала. Сейчас вы вот увидите. Андердарк колоссов-то сюда нет. 2 идут. Добавлял он колоссов. Сейчас будет 6. Это будет... Крит масса может сделаться здесь. Гейтов у фраера очень много. Ну... Да, имморталов во время боя. Ну, когда затишье, колоссов лучше добавить. Я не знаю, почему фраер так делает сейчас. Ой-ой-ой, зашел фраер, но... Подошли здесь колоссы. Подошел еще прирост. И Андердарк опять давит здесь. Идут имморталы. Фраер хорошо сплитит. Но вы видите, что не хватает мяса-то фраеру для танкования. Но 3 иммортала здесь выживают. Минус колосс нужно срочно сделать фраеру. Вовремя он отходит. Видит, что там по земле прирост подоспел. Минус 2 иммортала сейчас будет у фраера. Вот этого нужно, да, отводит. Фраер очень грамотно. Минус колоссу. Андердарк сейчас будет, да. Наносит выстрел. Иммортал. Минус сделки. Очень четко фраер контролит. Танкуя имморталами. Сейчас просто подрезает колоссов. Фраер чудеса творит сейчас просто. 6 на 3 колосса. Он тут с имморталами. Просто грамотным контролем показывает, что имморталы тоже здесь решают в этой связке неплохо. Нужно отводить их назад. А нет, смотрите, снес он. Снес он просто дэмэджем. Отлично. 70 лимита на 100. Фраер повернул здесь бой в свою пользу. Сейчас посмотрим, есть ли боевой юнит. Да, 2 атаки, а здесь 3. Вот что здесь еще решало все это время. И четвертую базу фраер ставит. Здесь тоже нужно четвертую делать. Ну, фраер идет в центр. Еще тут один пилончик можно убрать. Конечно, не сильно здесь решает, но в будущем все будет решать. И добавляет фраер колоссов. Делает поля. Это интересно. С зергом, конечно, поля, но по ВП, я думаю, нужно все-таки армор делать, потому что здесь зелки танкуют. И у них больше хп, чем полей. У колоссов хп больше, чем полей. Да и у имморталов хп больше, чем полей. Хоть поля у них жестче гораздо. И расконтроливаетесь. Фраер очень грамотно. 5 колоссов. 6 на 2. И по земле больше тоже. 3 атаки. Вот еще. Это 1-0. GG. GG.